И снова здравствуйте! С вами любознательно-познавательный автоответчик. Сегодня мы ищем способ освоить правила дорожного движения легко и непринужденно. Итак, как легко сдать на права? Спросим об этом непосредственно у участников дорожного движения. Можно как бы до того, как вы начинаете ездить, когда вы ездите там с друзьями, с родителями, то есть понемножку изучать правила. То есть когда вы уже будете ходить на курсы, вам будет легче издать, то есть вы многое уже будете знать и так теоретически. С третьего раза теорию, с первого раза вождение. С второго раза сдала на права, так что можно сказать, если учишься, то легко. Тяжело. Надо все выучить, причем добросовестно, чтобы потом в жизни это все пригодилось. Заплатить? Не, ну в наше время заплатить просто денег. Заплатить? Заплатить деньги. За-за-заплатить. А я нет. А я не скажу, что люди пострадают и умрут, если ты заплатишь. Голь на выдумку хитра. Что же скажет поисковик? Самый реальный вариант – дать взятку. На этом форуме нам предлагают даже очень конкретные суммы и обмениваются опытом, как вовремя, кому надо подкатить. Для изучения теории целое раздолье. Можно пройти тесты, можно установить на компьютер симулятор вождения и почувствовать себя у штурвала, не отходя от монитора. Но самый продвинутый совет – учиться издавать на права на одном и том же автомобиле. Правда, ездить на нем потом придется до конца своих дней. Привыкнув, уже не отвыкнешь. Ах, потенциальный водитель! Наш ответ на твое «Как легко сдать на права» очевиден, как совет от КЭПа. Учи теорию! Автоответчик желает легких экзаменов. Подписывайся, получай интересные ответы. А сюда шли вопросы. С вами был Денис Жукник. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...